Ельцин-центр проверяют на иноагентство. А потом сообщает СМИ, со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свериденко, представители Ельцин-центра считают, что деятельность их организации, включая финансовые, осуществляется в соответствии с федеральным законом о Центрах исторического наследия президентов Российской Федерации и собственным уставом. Они уверены, что проверка Минюста не выявит оснований для объявлений к иностранным агентам. Говорит первый заместитель исполнительного директора президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень. Ельцин-центр сейчас занимается ровно тем, за чем он занимался все эти годы. Работой, связанной с музеем, с просвещением, изучением наследия первого президента Российской Федерации. С этим наши задачи определены федеральным законом номер 68, а также уставом нашей организации. Мы его не нарушаем. Мы абсолютно убеждены, что никаких оснований для того, чтобы причислить Ельцин-центр к иноагентам, нет и быть не может. Рассуждать о том, что мы будем делать, если вдруг это произойдет, нам кажется бессмысленно, потому что это не должно произойти в соответствии с российским законом и нашей практикой, которая абсолютно прозрачна, открыта для изучения, в том числе на нашем официальном сайте. Людмила Телень, зам. исполнительного директора Ельцин-центра. Ксения Сепчек сообщила о своем телеграм-канале, что, цитирую, доносы на Ельцин-центр в Минюст написали представители как минимум трех парламентских фракций «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». А КПРФ не только писала запрос в Минюст, но и обращалась лично к президенту с просьбой пресечь деятельность Ельцин-центра. Фактически речь сейчас идет о попытке перечеркнуть на всю историю страны вплоть до февраля 2022 года, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Это музей с большой экспозицией, в котором периодически проводят какие-то лекции, мероприятия, безусловно позволяющиеся какие-то особые интонации, но соотносящиеся с тем, что у него такой фактически полугосударственный статус и финансирование, как я понимаю, окологосударственное. Это включенный в систему, хотя и имеющий такой длинный поводок институт. Нет принципиального понимания у многих лейлистов продолжать ли отаптываться на следе 90-х или скорее понимать, что элемент респекта к 90-м и к власти в 90-е это элемент формирования уважения к власти как таковой. И проблема, скорее, не в том, что на следе 90-х будет демонтироваться, но, по сути, будет демонтироваться наследие вплоть до 2022 года, поскольку власть сама отказывается от того, чем еще недавно гордилась, в том числе во внешней политике. Но российская власть всегда оказывается в соблазне дистанцироваться от самой себя прежней эпохи. Даже наследие нулевых и десятых годов сейчас пересматривается. Она существует вокруг Ельцин-центра, но пока у российской власти было понимание до недавних пор, возможно, остается, что лучше этот кейс не трогать. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Помимо обязательств для иностранных агентов по более строгой финансовой отчетности, чем для других организаций, для них существует безусловный запрет заниматься просветительской деятельностью, а именно она является основной для Ельцин-центра. «Петербургская политика» «Петербургская часть»